Приветствую вас на свадебном канале Baltic Wedding Expo TV. Сегодня мы открываем рубрику на русском языке и первое, о чем мы хотели бы поговорить сегодня с вами, это что же интересует ваших гостей. Итак, номер один, что же интересует ваших гостей? Это, конечно же, дата и время проведения вашего торжества. Подумайте сами, получая пригласительное, им важно знать, где пройдет ваша свадьба и в какое время пройдет ваша свадьба, потому что люди сейчас очень занятые, кто-то работает, кто-то воспитывает детей, поэтому где и когда пройдет торжество, это один из важнейших пунктов, чтобы спланировать подготовку к вашему празднику. Когда гостям понятно, где будет проходить ваша свадьба и тогда следующий вопрос, который их заинтересует, это место, куда им подъехать. Это парковка или место подъезда к свадьбе, к торжеству. Если у вас планируется выездная церемония, пособойтесь о том, чтобы гостям на машине было удобно к ней подъехать. Не нужно было оставлять машину за километр до этого места и идти пешком, потому что наверняка все девушки, приглашенные на вашу свадьбу, будут одеты в красивой длинные платья, они будут в совершенно неудобной, но очень красивой обуви и идти очень далеко будет не очень удобно. Позаботьтесь, пожалуйста, также о том, чтобы стоянка у места проведения вашей церемонии не была платной, либо если она платная, ничего совсем сделать нельзя, предупредите ваших гостей. Это можно сделать также в пригласительном или устно проинформировать их об этом. Следующим пунктом, который интересует ваших гостей, конечно же, погодные условия. Запланировать в наших широтах хорошую погоду, снег или солнце, очень сложно. Погода может внести свои коррективы, поэтому ваших гостей это тоже будет волновать. Приглашение они получают заблаговременно и спланировать погоду на месяц вперед достаточно сложно, поэтому для них будет важно, как спланирован день вашей свадьбы. Например, церемония у вас будет рано утром, а банкет вечером. Соответственно, погодные условия могут быть утром, солнечное тепло, а под вечер станет прохладно, поэтому гостям нужно знать, какую одежду приготовить. Если в приглашении на вашу свадьбу вы сообщаете, что у гостей должен быть особенный дресс-код, то постарайтесь донести до них, что это не обязательно должно быть какое-то, например, розовое платье или розовый костюм для мужчин, но это может быть какая-то шаль, кофта или аксессуар, галстук или платок в пиджаке у вашего гостя. Соответственно, этот момент волнует гостей, как выглядеть красиво, но чтобы при этом было удобно и комфортно при погодных условиях. Итак, когда у ваших гостей уже есть информация о том, где и когда пройдет ваше торжество, что одеть, как подъехать к этому месту, их будет волновать вопрос, что они будут делать в момент между вашим бракосочетанием и банкетом. Постарайтесь, пожалуйста, спланировать этот день так, чтобы это расстояние, этот промежуток времени не был таким длительным и мучительным для ваших гостей, потому что им просто нечего делать в это время. Если есть возможность, сократите это время. Если такой возможности нет, постарайтесь продумать, чем можно завлечь ваших гостей. Либо сообщите о том, что у них есть свободное время и они могут просто погулять, ездить домой, переодеться к вечеру, возможно, перекусить. Либо организуйте совместно с вашим организатором или ведущим мероприятием какое-то развлечение для гостей уже непосредственно на месте проведения банкета. Ну и следуя из этой ситуации, сразу же вытекает следующий пункт нашей топ-десятки – это планирование еды и алкоголя на вашу свадьбу. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы у гостей были какие-то закуски до начала банкета. Опять же, если это долгое время между церемонией и банкетом, то у них обязательно должны быть какие-то пирожки, сладости. Возможно, это welcome drink с небольшими закусками на месте проведения уже непосредственно вашего банкета. Но гости должны быть сыты, потому что еще один пункт, почему они должны быть сыты – это на момент, когда вы приедете, зайдете в зал, и начнется праздничная программа, пойдут первые тосты, ваших гостей это не будет интересовать. Ваши гости будут хотеть кушать, и они будут кушать. Они не будут слушать, о чем говорит ведущий, они не будут смотреть на вас. Ну, может быть, конечно, из вежливости, да, и это будет сделано, но мысли о еде – всегда мысли о еде. Также важным моментом является алкоголь на вашей свадьбе. Обеспечьте перед началом банкета какой-то welcome drink, чтобы гости могли красиво подойти к столу, взять бокал шампанского и с ним за разговором между друг другом дождаться вашего приезда. Это очень важно. И не забывайте также, что не все гости пьют алкоголь. Обязательно добавьте безалкогольное шампанское, вино или какие-то охладительные напитки. Очень многие пары об этом забывают. Что касается алкоголя, в общем, на банкет, на вашу свадьбу, это тоже очень важно. Если гостей очень много, вы можете не знать предпочтений каждого. Конечно, если это маленькая компания, вы можете обсудить, кто что пьет, вкусовые предпочтения. Но если гостей больше 30, это невозможно знать. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш бар был достаточно разнообразен, чтобы был выбор алкогольных напитков. Следующий момент, который важен вашим гостям, это программа вечера. Позаботьтесь о том, чтобы ведущий вашего вечера сделал программу так, чтобы участие в конкурсе было ненавязчивое. Чтобы гости чувствовали себя комфортно и свободно. Если они хотят, они выйдут поиграть, они выйдут сказать вам доброе слово и поздравления. Но заставлять гостей чувствовать себя обязанными, чувствовать себя некомфортно совершенно не стоит. Вашим гостям очень важно знать, что их ждет в ходе свадебного дня. Поэтому небольшой план вы обозначите обязательно в пригласительном. Это временные интервалы, когда что будет происходить. Но уже на самом банкете с помощью вашего ведущего очень важно рассказывать, что их ждет примерно через полчаса. Что их ждет после свадебного танца. Что их ждет после перерыва. Поэтому такое небольшое освещение плана в течение всего вечера поможет вашим гостям понять, может ли он сейчас выйти покурить. Может ли он сейчас выйти поговорить с каким-нибудь другом, которого давно не видел. Вот такое небольшое напоминание через какое-то время очень важно и поможет вашим гостям ориентироваться в свадебном вечере. Очень часто мы слышим от молодой пары, что свадебный день прилетает как один миг. Поэтому, пожалуйста, прочувствуйте каждый момент вашего дня. Прочувствуйте время, которое вы провели со своими гостями. Ведь вы пригласили их для того, чтобы вместе насладиться этим днем. Возможно, кто-то из ваших гостей приехал издалека специально на вашу свадьбу. Возможно, ваша бабушка или мама хочет сказать вам какие-то милые слова на путстве, на дальнейшую счастливую жизнь. Посвятите немного времени каждому из ваших гостей. Исходя из этого пункта, есть еще один момент, который для гостей очень важен. Ведь они собирались на вашу свадьбу, красиво одевались, сделали прически, праздничный макияж. И поэтому они хотят что? Правильно, красивые фотографии с вашей свадьбы. Первое, что должно быть на вашей свадьбе, это хороший фотограф. А потом вы должны обязательно дать возможность вашим гостям пофотографироваться. Это может быть какая-то фотостена, это может быть красивый интерьер, где они, собравшись в небольшой компании, друг с другом парами или даже с вами, с молодой парой, могут сделать красивые, качественные фотографии, которые останутся на долгую память и на долгое время. Заключая нашу топ-10, хочу рассказать еще об одном очень важном моменте, о котором гости обязательно тоже думают, волнуются и о котором должны подумать вы наперед. Это то, как ваши гости будут добираться домой после вашей свадьбы. Если это за пределами города, если нет возможности вызвать такси, возможно, вам стоит позаботиться о том, чтобы был какой-то обеспечен транспорт, который довезет ваших гостей до дома. Если есть такая возможность, гости будут заинтересованы остаться на ночь в гостевом доме, в гостинице, то есть дать возможность им остаться, выспаться и на утро свежими вернуться домой. Поэтому обратите внимание на этот пункт, позаботьтесь о том, чтобы вашим гостям было комфортно, чтобы они не думали о том, как им вернуться домой, можно ли им вернуться домой или остаться на вашем празднике. Если вы нашли для себя какие-то моменты, о которых стоит задуматься, о которых вы не думали раньше, прокомментируйте, пожалуйста, под выпуском ваши мысли, ваши идеи, полезно ли вам было услышать нашу ТОП-10. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на обновления и ждите выхода новых выпусков совсем скоро. Увидимся на канале Baltic Wedding Expo TV на русском языке. Редактор субтитров А.Семкин